Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Ставропольский благовест». 28 августа всё православное население нашей планеты празднует великий праздник Успения Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы. Обстоятельства Успения Божией Матери, известных в Православной Церкви, от времён апостольских. В I веке об её Успении писал священномученик Дионисий Ариапагит. Во II веке сказание о телесном переселении Пресвятой Девы Марии на небо сохранилось в сочинениях Мелитона, епископа Сардийского. Праздник Успения, которому готовит нас Успенский пост, один из самых неожиданных для светского миропонимания праздников. Что празднуется? Разве можно праздновать смерть? Но славянское слово «Успение» означает «сон». Смысл праздника Успения в том, что нет больше той смерти, которая ждала каждого до воскресения Христова. Нет больше скорби о смерти, нет перед ней страха. И после отшествия от земной жизни Пресвятой Богородицы она не оставляет наш мир. Успение — один из самых любимых на Руси праздников. Со времени святого князя Владимира Успенские храмы стали появляться по всей Руси. Соборный Киевский храм, Московский храм, основанный в Кремле в XIV веке, также был освящен во имя Успения Божией Матери. После вознесения Господа на небо Пресвятая Дева в основном жила в области Иерусалима, посещая места, где проповедовал и совершал чудеса её Сын и Бог, Господь наш Иисус Христос, особенно она любила посещать Гефсиманский сад и подолгу молилась там. И вот в конце одной такой молитвы предстал перед ней архангел Гавриил, который не раз являлся ей, возвещая веления Божие. Сияющей радостью он сообщил ей, что через три дня закончится путь её земной жизни, и Бог возьмёт её в свои вечные обители. При этом Он дал ей райскую ветвь, блистающую низемным светом, символ победы над смертью и тлением. Воротясь с Иерионской горы, Богоматерь стала готовиться к отходу из этой жизни. Наступил час, когда Богоматерь должна была приставиться. В комнате полали свечи, а на украшенном адре возлежала она, пречистая Мария, окружённая любившими её людьми. Вдруг храмена озарилась необыкновенным светом божественной славы, и в необычном свете сошёл с неба сам Господь Иисус Христос, окружённый ангелами и душами ветхозаветных праведников. Богоматерь, взирая на своего сына, как бы сладко засыпая, без всякого телесного страдания, предала в его руки свою чистую душу. Согласно предания, во время погребения Богоматери апостолы несли одр, на котором покоилось её причистое тело, а огромное количество верующих, окружая процессию, пели священные песни. Три дня апостолы пребывали у гроба Божией Матери. Воспевая псалмы, в воздухе постоянно слышалось ангельское пение. Как говорит святитель Филарет Московский, полное и совершенное утешение апостолы получили тогда, когда в третий день по её успению, ради опоздавшего к её погребению Фомы, отверзший гроб её, не обрели, причистое её тело. Тело Божией Матери было восхищено на небо, и вслед за тем увидели её в славе воскресения, и от неё самой услышали слова утешения. «Радуйтесь, яка с вами есть во вся дни». Недавно в Ставропольской и Невиномысской епархии завершились миссионерские курсы, которые проходили у нас впервые. В течение трёх дней преподаватели Артём Шарафуддинов и Наталья Пономарёва делились своим опытом, показывали навыки работы в коллективе, учили, как превратить миссионерство в интересный и творческий процесс. Нашей съёмочной группе удалось взять интервью у Артёма Альбертовича Шарафуддинова, миссионер с большим опытом служения, а также заведующего учебно-методическим кабинетом Миссионерского факультета православного Свято-Тихоновского государственного университета. Добрый день! Что потолкнуло вас заниматься миссионерской работой? Ну, тут такой очень серьёзный момент личного обращения к Богу. Я до 18 лет был человеком неверующим и как-то очень так воинствовал с церковью, скажем так, сопротивлялся церкви, не любил её. Среди моих близких, родственников и даже дальних знакомых нет православных людей, в башке церковь не очень распространена. На меня очень сильно, скажем так, повлияли работы Достоевского, то есть книги Достоевского. Вот через эту литературу я немножко стал задумываться о церкви, а потом, прочитав Евангелие, понял, что Господь реально существует. И это моё призвание заниматься, делиться с людьми той радостью, которую я встретил в книгах священного писания. В одной из своих статей прошлых лет Вы писали о проблеме нехватки миссионерских кадров в церкви. На настоящий момент изменилась ли как-то ситуация? Проблема действительно существует, и она сохраняется в церкви. Но сейчас, эта статья была написана лет пять назад, сейчас ситуация поменялась в том смысле, что церковное руководство, особенно Святейший Патриарх, очень активно поддерживает миссионерскую работу и прилагает все усилия для того, чтобы эту подготовку миссионерскую в церкви организовать. Сейчас появляется масса различных курсов, направлений обучения. Да, у нас есть миссионерский факультет, есть миссионерская Белгородская семинария. В Москве планируется открыть ещё одной миссионерской семинарии. Есть миссионерские курсы при синодальном миссионерском отделе. То есть сейчас действительно вот этот вот запрос на формирование действительно профессионалов, профессионалов, опытных людей, которые могли бы по-настоящему качественно, не вредя тем, кому не проповедуют, говорить о Христе. Этот запрос руководством церковным осознан, и он постепенно, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но решается в церкви. Поэтому вот этот семинар как раз один из небольших шажков на пути этого решения. Какова цель семинаров по работе миссионерских отделов? Основной целью, основным результатом таких семинаров является то, что люди начинают создавать миссионерские команды. То есть начинают миссионерствовать не лично, один в поле, не воин, как мы знаем, а начинают работать именно общинно, как это должно быть в церкви. То есть мы помним, ведь мы помним, что Господь тоже сначала собрал 12 учеников и отправлял их всегда проповедовать по двое, а не по одному не проповедовали. То же самое сейчас очень актуально, чтобы православные миссионеры умели работать вместе. Потому что когда человек светский видит двух, трех, четырех искренне верующих христиан вместе, да, и эти люди умеют по-настоящему, по-христиански друг с другом общаться, это производит колоссальное миссионерское действие. Ведь мы помним, что Господь сказал, что где двое или трое соберут своими, и вот там и он в средних есть. Когда проповедуют двое и третий с ними Христос, вот я думаю, такую миссию приостановить невозможно. Ну и мы во многом стараемся добиться участников наших семинаров, чтобы они подумали, что необходимы конкретные их епархии сейчас, подумали, кому они проповедуют, какие особенности тех, с кем они общаются, подумали, какие миссионерские проекты были бы сейчас максимально актуальны. Вот эти проекты разработали, слава Богу, во многих епархиях после этих семинаров проекты реально не получаются, начинают работать. Как Вы считаете, насколько важно миссионеру иметь богословское образование? Богословское образование — это фактор очень важный, конечно, несомненно, потому что мы с Вами знаем примеры и горе-миссионеров, да, людей, которые, имея очень хорошие таланты, наверное, начинают распространять в церкви некоторые заблуждения, которые, ну, не служат к улучшению церковной жизни. Вот, поэтому, когда миссионер имеет богословское образование, это гарантирует, что всё-таки качество информации, которую он будет давать, оно проверено. Но это не безусловно, потому что моё убеждение, да, что если человек почувствовал призвание заниматься миссией, нельзя ему сказать, а теперь, брат, давай пять лет поучись, пожалуйста, а потом только займешься миссией. Если он пять лет поучится, потом, я думаю, он уже и женится, или замуж выйдет, и миссии может не получиться. Поэтому человек в меру своих сил и возможностей должен заниматься миссией, как только он почувствовал это призвание, но только под руководством, соответственно, опытных людей. Расскажите об основных задачах Вашей деятельности, которые Вы ставите перед собой. Выполнить все те задачи, которые передо мной уже стоят. Потому что сейчас в связи с активизацией миссионерской деятельности в церкви появилось очень много интересных миссионерских проектов, которые мы сейчас реализуем. Это огромная пасхальная акция в Москве, которая будет проходить миссионерские курсы Москвы, миссионерский съезд, первый в истории города. Вот эти миссионерские выездные семинары, которые мы проводим, они тоже какой-то большой резонанс имеют. И мне кажется, одна, наверное, из приоритетнейших задач это помочь как-то консолидироваться миссионерам. Потому что в разных епархиях есть уникальный опыт свой, очень ценный, и порой он и остаётся таким епархиальным опытом. А было бы замечательно, чтобы этот опыт выходил на уровень всей церкви. И напоследок несколько слов нашим телезрителям. Я думаю, дорогие друзья, что если Вы имеете такую радость общения с Богом, и Вы как-то сподобились, стать человеком православным, я думаю, что нельзя эту радость таить. Ей нужно делиться обязательно. Если есть какая-то возможность кому-то, может быть, кому-то из близких, может быть, кому-то из соседей, в меру своих возможностей действительно говорить о Боге, делиться с Нимой, это радостью. Потому что многие люди сейчас не знают, они потеряли ориентиры, не знают, куда двигаться дальше. Потому что люди православные, люди, встретившиеся с Богом, знаем это направление. Вот этим направлением, мне кажется, нужно поделиться. На сегодня всё. Молитвами Богородицы храни вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok